Здравствуйте, уважаемые друзья! Ну что, у нас утро, снег продолжает идти, хотя, судя по всему, на Мелоне так много за ночь. И сегодня мы поговорим о преподавании иностранных языков в канадских школах и университетах. Вопрос заключался в том, отличается ли как-то система изучения английского языка или, там, иностранного языка, условно говоря, в школах, и продолжают ли люди учить язык в институтах. Что по этому поводу я имею вам сказать. Значит, иностранные языки, естественно, в канадских школах преподают. Минимум – это один язык государственный французский или английский, если мы говорим как в БЭК. Максимум – это два-три языка, как правило, испанский. И, соответственно, дети в неделю имеют примерно, сейчас скажу, где-то два часа, максимум, там, четыре часа языка государственного второго, английского или французского. И еще, там, два-три-четыре часа на какие-нибудь, там, другие языки. Соответственно, в чем отличие, на мой взгляд, того, что есть у нас? Это то, что здесь очень много преподавателей, которые преподают детям свой родной язык. То есть, грубо говоря, если ты изучаешь французский, то у тебя преподаватель Кибикоа, если ты изучаешь английский в местной школе, то есть в Квебеке, то у тебя преподы очень часто англофона. Я не могу сказать, что это в 100%, да, но это очень часто, с высокой долей вероятности преподаватель будет именно носителем языка. Ну, я уж не говорю, там, про испанский, да, носителей которых здесь огромное количество. Соответственно, дети имеют возможность, можно сказать, из первых рук прикоснуться ко всему этому делу. Или же, если не через преподавателя, то через своих приятелей, которые тоже являются носителями языка. Потому что, как я уже много раз говорил, в школах огромное количество детей-мигрантов. Соответственно, у них какой-нибудь там иностранный язык для Канады иностранный является основным языком для общения дома с родителями. Поэтому в этом плане с языками все очень хорошо обстоят, обстоят дела. И в чем, кстати, важное отличие, я разговаривал с детишками, с местными по этому поводу, это то, что здесь не очень заморачиваются грамматикой. Здесь больше акцент делают на умении объясниться, разговаривать. У них очень много разговорных проектов, там типа презентации разных стран, в которых языки эти используются. Или просто рассказы про разные страны. Исказание всяких разных газет, сцен газет, я имею в виду, там, на ватмане, когда они там наклеивают всякие разные картинки со знаменитыми известными местами. И, соответственно, комментируют все эти вещи. Ну, то есть, вот, акцент на практическую такую сторону. Теперь, что касается университетов, институтов, то здесь обязательно иностранного языка, как правило, нет, если ты не студент-филолог, конечно. Потому что, если ты занимаешься коммуникацией, если ты занимаешься то, что в нашем понимании называется филология, то тогда у тебя есть там техника перевода, у тебя там всякие разные грамматические курсы есть там и так далее. Но, в общем и целом, тебя специально никто язык заставляет не... Никто специально не заставляет тебя учить язык. То есть, ты его учишь по мере того, как он тебе самому нужен. Как правило, студенты-франкофоны, если они с головой на плечах, то, как правило, они к концу своего курса обучения берут либо летом, либо в конце обучения курсы по языку для того, чтобы просто подтянуть для себя, повторить что-то, еще что-то. Потому что на рынке труда, ну, в Гвебеке, по крайней мере, точно, ну, наверное, больше половины вакансий, оно требует двуязычия. То есть, ты не сможешь устроиться на нормальную работу, в большое количество компаний, если у тебя нет двух языков, английского и французского. При этом они реально используются в жизни. А не просто так, знаете, как у нас. требуется, там, человек-сознание музыка, но на самом деле человек работает год, два, три, четыре, пять, и он ни разу про этот язык даже не вспоминает. Так что вот, думаю, что на вопрос ответил. Желаю вам всем самого хорошего и удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok